Это лишь несколько инструментов из этого ролика, так что смотрите и удивляйтесь, ну и в конкурсе участвуйте. Привет! Наткнулся я недавно на целую кучу классных и полезных инструментов на Алиэкспресс. Весь инструмент крутой, но есть такой, про который я узнал впервые, и он прям очень необычный. Твердосплавные коронки по металлу. Предназначены они для сверления отверстий в таких материалах, как металл, оргстекло, чугун, нержавеющей стали, ДСП, дерево, ламината и многого другого. Сверло удаляет материал по периферии отверстия, оставляя материал в центре, который при сверлении насквозь удаляется в виде пробки. Корончатые сверла – альтернатива менее эффективным и более дорогим и медленным спиральным сверлам. Корончатые сверла очень похожи на кольцевые пилы, разница лишь в материале. Коронка оснащена направляющим сверлом, что гарантирует точность во время сверления. После каждого товара я буду показывать вам интересные комментарии, думаю, что будет полезно. Кстати, в конце видео будет конкурс, участвуйте. Хорошо зарекомендовавший себя пеногенератор с более удобным использованием и меньшим расходом химии для еще лучшей пены. Основной проблемой компактных моек высокого давления является низкокачественная пенная насадка, идущая в комплекте. Это касается как дешевых китайских устройств, так и более дорогих моделей Керхер. Данная пенная насадка позволяет добиться хорошего вспенивания, подаваемой через нее жидкости. Регулировка ширины распыления осуществляется с помощью оборотной ручки, изменяющей положение размещенных внутри двух металлических пластин. Кран, размещенный вверху, регулирует подачу воды. Емкость изготовлена из качественного матва пластика. На боку есть маркировка до 900 мл. В комплекте есть сменная резьбовая втулка с меньшим диаметром входного отверстия 1,1 мм для подключения к мойкам с меньшей мощностью. Набор из 8 прецизионных плоскогубцев предназначен для профессионального использования в слаботочных системах. Высокая прочность и эргономичность позволяют использовать каждый инструмент из набора с максимальной эффективностью. Предоставленный набор мини-инструментов поможет при выполнении задач и профессионалам, и домашним мастерам. Состоит из 8 предметов. Все составляющие выполнены из стали, которые обеспечивают высокое качество работ и продолжительный срок службы. Винтовой конусный дровокол под дрель или перфоратор. Принцип его работы основан на возможности шурупа легко вкручиваться в деревянную поверхность и конуса постепенно раздвигать волокна деревянной колоды. Такая штука, я думаю, в хозяйстве пригодится, если у вас дом, так точно. Портативный паяльник на 60 Вт, который можно запитать от обычного блока питания, зарядного устройства или пауэрбанка с поддержкой PD, а также аккумулятора. Используй такой паяльник JALA серии TS. Работает в диапазоне от 8 до 24 Вольт. При максимальном напряжении действительно жрет 60 Вт. Греется при этом до 300 градусов за 15 секунд. Разъем питания Type-C. Есть настраиваемый таймер сна, автовыключение, настройка компенсации температуры, термоконтроль адекватный. После нагрева поддерживает заданную температуру на небольшой мощности. В общем, годная модель за такие деньги. После 11.11 сделаю обзор с тестом этого паяльника. Он уже ждет своего обзора. Набор для ремонта ламината. Перестановка мебели и когти домашних животных – вот две основные причины, которые приводят к повреждению покрытия пола. Когда речь идет о ламинате, мелкий ремонт можно организовать собственными силами. Именно для этого предназначен данный набор. Внутри пластикового кейса с защелками здесь помещены 11 брусков воска, которые отличаются друг от друга по цвету, а также паяльник для их нанесения. Ремонт заключается в плавке воска с помощью паяльника и заливке получившейся массы трещин в полу. После этого воск достаточно разгладить, чтобы поверхность оставалась гладкой. Скрипки, а также салфетки для обезжиривания поверхности тоже входят в состав набора. Автомойка с насосом работает от бортовой сети автомобиля. Это означает, что мойкой можно пользоваться в условиях буквально полного отсутствия электричества. Благодаря двойному насосу давление водной струи достигает 8,4 атмосферы. Конечно, это не аппарат высокого давления, но такого давления вполне хватит для контактной мойки автомобиля. Еще одним неоспоримым преимуществом является независимость от водопроводной сети. Насос забирает воду из любой емкости, будь то канистра или ведро. Благодаря шлангу длиной 8 метров, ею удобно мыть машину, не перенося мини-мойку с места на место. Пистолет имеет широкий диапазон регулировки от распыления до струи. Всасываемый шланг имеет в конце сетчатый фильтр, поэтому можно не волноваться, что в насос попадут посторонние частицы. В случае прекращения забора воды, насос прекращает нагнетание. Мотор-колесо. Можно закрепить его на обычной строительной тачке и радоваться работе. Ведь, как многие знают, не понаслышке, толкать загруженную тачку ой как нелегко. Но с таким колесиком усилий вам понадобится минимум и заезжает она даже в гору. Девайс, конечно, очень крутой и полезный, но за такие деньги можно АКУ купить и на ней кирпичи, либо песок возить, вы как считаете? Ручная ленточная пила. Это переносной инструмент с питанием от розетки. У инструмента сбалансированная конструкция, удобная рукоятка и великолепные рабочие показатели. Плавный пуск и регулятор скорости делают эту пилу максимально комфортной в работе. Довольно интересный и полезный в работе инструмент. И он имеет большие преимущества над сабельной пилой. Честно говоря, вижу такую ручную ленту впервые в жизни. Принтер для печати на стенах. Никогда про такой инструмент не слыхал, а вы? С его помощью можно напечатать прям большущие изображения. Принтер справляется с шероховатой стеной и даже с кирпичной кладкой. А вот стеклянные, лакированные и глянцевые поверхности ему не под силу. Такой монстр применяет специальные чернила, устойчивые к воздействию окружающей среды, в том числе и воды. Изображение со временем станет блеклым только из-за прямых солнечных лучей. Цена, конечно, космическая, но как бизнес-идея вариант очень интересный. Бокс для хранения элементов питания со встроенным тестером. Огромное количество приборов работает от батареек и аккумуляторов. А у любителей создавать всевозможные электронные самоделки такие элементы питания могут накапливаться в действительно большом количестве. И дабы они не находились в творческом беспорядке, а также были всегда под рукой, имеет смысл приобрести специальный бокс для их хранения. Важной особенностью такого органайзера являются наличие идущего в комплекте съемного тестера, позволяющего тут же проверить работоспособность необходимого элемента. Фильтр с автозатемнением для сварочной маски. При помощи данного фильтра обычная сварочная маска без труда превращается в полноценную маску хамелеон при значительно меньших затратах. Размер фильтра позволяет без каких-либо доработок устанавливать его в обычные сварочные маски с такими же размерами фильтров. Модернизация заключается в простой замене обычного затемненного стекла на данный светофильтр. Прозрачное стекло остается, так как оно выполняет защиту светофильтра от сварочных брызг. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора 600 мАч и солнечной батареи, которая расположена на лицевой стороне. Устройство оснащено двумя чувствительными датчиками, обеспечивающие надежную работу устройства. Поликристаллические солнечные элементы. Отлично подойдут для сборки панелей самодельных солнечных батарей. В комплект выходит 10 высокоэффективных солнечных элементов, каждый из которых при хорошем освещении может достигать мощности до 4 Вт и выдавать напряжение в 0,5 Вольта. Максимальная сила тока 8,2 А. Самодельную солнечную батарею можно использовать на даче или за городом, как источник питания для зарядки ноутбука или телефона. Также с их помощью можно организовать уличное освещение дачного участка. Высоковольтный преобразователь. Этот компактный цилиндрический преобразователь способен выдавать до 400 кВт. Его можно взять за основу шокового устройства для отпугивания собак или людей. Также на основе этого модуля возможно создание компактной электронной зажигалки, которые сейчас очень популярны. Этот повышающий преобразователь способен пробивать до 20 мм воздуха, что согласитесь немало. Потребление тока достаточно велико, может доходить до нескольких ампер. Так что запаситесь мощным источником энергии. Набор для восстановления резьбы. Поможет вам без особого труда восстановить внутреннюю метрическую резьбу. В таких ситуациях, когда рассверлить отверстие и нарезать новое резьбовое отверстие большого диаметра не представляется возможным. Такое приспособление куда более выгодно в сравнении с наборами, представленными на российском рынке. Так как цены на фирменные аналоги значительно выше, что судя по отзывам, далеко не всегда оправдано к качествам инструмента. Кроме того, в случае если резьбовые вставки закончатся, вы также без труда сможете их приобрести на Алиэкспресс. Как вам инструмент? Какой вы заценили? Пишите в комментариях. Кстати, приз конкурса 300 рублей. Условия очень простые. Это нужно быть подписанным на канал, поставить лайк этому ролику и написать в комментариях, каким инструментом вы пользуетесь чаще всего. Ну или какого инструмента вам не хватает. Делитесь, пожалуйста, этим роликом в своих соцсетях. Это мне очень поможет. Всего вам хорошего. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok